Я просто не слышал. Я тут сижу в нашей школе, человек будущего, Homo Futurus, мы галстук подбираем, мне что, фотографию сделать? Я вот в красной рубашке, может быть, рубашку сменить, может быть, галстук, потому что я на этом, в принципе, обучаю людей понимать, как подбирать путем перебора, а не просто подражать и делать как-то, подобрать так, чтобы мне полностью подходило, чтобы я хорошо выглядел, такой легкий, свободный. Принцип подбора путем перебора, вместо старого принципа обучения на основе повторения, чтобы не шаблонное мышление вырабатывать, а чтобы человек, перебирая, уже научился мыслить, мыслить. Вот я так рад встрече нашей, потому что в нашей школе одним из пунктов написано не только сохранение мира на Земле и сохранение разума на планете, не только развитие человеческих качеств, не только создание науки человечности, но и творческое долголетие. Вот скажи, пожалуйста, мой дорогой друг, вот ты как, тебе сколько лет, 15 уже есть? В мае, если Аллах меня разрешит, 90 лет будет отвечать в узком круге семьи. Ох ты, 90 лет в мае. Мы за тебя все будем рады, мы будем рады и желать, я буду еще желать и все будем желать еще 150 лет плюс. Еще 150 лет, потому что в 90 лет, посмотрите, как вы выглядите молодо. Вот, наверное, потому что вы поэт. Скажите, поэт. Наверное, потому что вы драматург. Да. А расскажите два слова о себе, пожалуйста. Я после средней школы, когда учился, зашел в клуб, а там оказался Тагир Хрюкский и два еще человека. Редактор у меня, когда видел, во-во-во, это тоже пишет стихи. Тагир меня остановил и в такое большое ухо поставил. Что-нибудь читайте, я несколько кулей читал. Вечером будешь выступать в клубе. Со мной ребята в три километра ушли домой. Я остался в клубе. Я там выступил. И брат аптекара пожалел меня. Ночи не отпустил, у него ночевал. Утром идут в школу. Разбор был стихов моего преподавателя, который ботаник давал. И еще одного сельчана. Саид Гасанов, выходи, урок рассказывать. Я говорю, Малин, я не готов. Хе-хо, ты как столовик был там в сцене. Садись, не делиться. Я разъяснился, написал добровольный, с девятого класса уехал в армию. Брат работал в бухкатерном больнице. Урья Никамат знал. Он подошел к нему. Не надо его забирать. Прочитал фамилию, которая должен уехать в армию. Моего нет. Он был армянином. Я подошел к нему. Напишу товарищу Сталину. И вдруг читает мне обратно, брат, к нему. Почему? Да вдруг этот дурак напишет Сталину, говорит. Добровольный ушел в армию. Оттуда я приехал. Обратно сел с молодыми. Закончил учебу. И хотел поступать в университет. Зашел, документы отдали. Когда экзамены сдавал, надо было деньги. Отец говорит, не дам тебе деньги. Когда я просил, ты не учился. А теперь, говорит, ко мне не ходи. И брат не дал. Я разозлился, поехал в Туркмению. 300 рублей было старыми деньгами. Ну, там специалисты. Это долгая история. Я хочу вас спросить. Вы известный поэт. Ну, пока. Да, ваши стихи очень интересные. Мне очень понравилось название вашего сборника «Почему ты пришел не вчера?» Вот я хочу понять. У нас в школе, вот, мы обучаемся и вместе с творческими пытаемся создать науку человечности. И я посмотрел, у вас стихи тоже, как у многих поэтов, но у вас особенно посвящены именно человеческим отношениям. Вот там «Почему ты пришел не вчера?» Скажите, пожалуйста, что вы чувствовали, когда вы писали это стихотворение? Я хочу открыть и сказать. Стихи есть писанные, стихи есть сочиненные, есть стихи рожденные. Вот это стихотворение, когда я учился в заводном университете, работал в рекламе здания, административные здания строили. Приезжал к нам проверка Горбунов инженер из Махачкали. Он хотел со мной поехать. Шофер говорит, дорогой товарищ, я одного могу, или тебя в Махачкалу, или саджидина. Я хочу саджидином. Он объяснял, а я саджидин. Сволочь говорит, как тебе объяснить? Это я же знаю, говорит. Бараб был, почему ты пришел не вчера? И заявился мне это слово. И я написал, бегло, что-то, конечно, почему ты пришел не вчера. У нас по-другому говорят. Что-то не устраивает. Вот это зародился, почему ты пришел? Я тебя подождал, я тебя угождал. Хотя я попробую читать. Да, 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 мы ждем. Я тебе почитал, я тебя угождал. Ни тепла, ни желе, ни добра. Двое суток тебе понапрасно порождал. Почему ты пришел не вчера? Здесь не пели котли, здесь пели вино. Веселился с утра. Ах, как тебе рад. Но обидно одно, почему ты пришел не вчера. Дело в том, до советской власти у нас было везде гость, это самый посланник Аллаха. Вы понимаете, этот человек, он не человек. Разве можно сказать, гостью почему ты пришел не вчера и начал хвалить то, что у него ничего нет? Он баран делал, другой не взял компанию делал. Ты уходишь, непременно приходишь автору. Ты кушать хочешь, понимаете? Это стихотурение я в Катераде был. До советской власти гость был. Я знаю, я же жил в Дагестане, я люблю свою родину. И у нас гость самый почетный человек. Даже легенды были, что там, ну, короче, серьезные легенды были, как гостя защитить даже от полиции. Ну, в общем, такое было серьезное. А вот первый раз я слышал, что это было только до революции, а потом это поменялось, да? Дело в том, что гость для горца – это посланник Аллаха. Ну, потому что условия очень суровые, условия горы, суровые условия, там по-другому не выжились. Поэтому, естественно... Пришел гость. Жена говорит, иди на этом чердаке, большой арбуз есть, принеси кушать. Она, давай, вот такой маленький принес. И тебе скажет, все, это вверх. Опять этот маленький арбуз пришел. Сколько же можно говорить, большой? Гост понял, что у него... У нас и в советском времени, и в царской России, и в албанском периоде везде господим на народ. Ну, ну, что за такой человек, который хвалил и не уважал гостя? После этого стихотворения, когда в Союзе писатель читал, печатал, сразу песни спал. Вот смотрите, у нас там... Мне это помогает, шум помогает. Я уже умею регулировать свое состояние. Ну, слушатели, для наших случаев, которые еще не научились регулировать свое состояние, наша беседа при таком шуме, им будет трудно слушать. А если мы с вами договоримся, завтра снова встретимся, и я вас попрошу еще почитать, еще рассказать, потому что вы необыкновенный человек. И нам всем очень приятно с вами подружиться. Спасибо вам большое. Завтра мы встретимся, созвонимся. До связи. Да, я про вас говорю, что... До завтра, до завтра. Только часову, примерно. После семи вечера, после семи вечера. Спасибо. До встречи. И вам спасибо. Обнимаю. И вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok